Антон, слушай меня внимательно, Ир, с тобой все, Железов разговаривает. Короче, меня поместили в ПМД, насильно украли с магазинами. И сюда у меня с собой нет ни одного документа, вообще ничего. То есть они изъяли у меня документы, изъяли у меня очки, то есть я не вижу ничего по-хорошему. Нет у меня на руках ни приговора суда, ни в смысле определения суда о примещении меня в СИЗ-дистанцию. В общем, ну ничего нет, у меня тут начались обострения, врачам говорю, им все по барабану. Телефон мне принесла вот сейчас, ну любая моя. Сиди на фокусе, Симаска 120? Симаска 120, да, так что подымай там на уши всех. Уже, Железов, не поднял. Слушай внимательно, не перебивай, пожалуйста. Тебя там будут, пичкают, нет? Нет, Антон, уколов тут никаких не делают, но я им, ну, они, так сказать, знают, что я им не дам ничего делать с собой. То есть, ну, просто так я им тоже хер. Стой, короткий ответ. Этот, документы у тебя есть какие-нибудь на руках? Так, запоминай, требуй книгу, жалоб и предложений. Ручка есть у тебя под рукой? Ручка зеленая есть у меня, но не под рукой. Есть у меня. И бумага есть. И бумага есть, ручка есть. Я все принесла. Любая тут принесла, мне что-то. Я писала, запиши мне в полицию. Вот мне ручку с бумажкой или Любу попроси записывать. Давай, диктуй, записывай. А не требуй книгу, жалоб и предложений? Это в самом ПНД. Где она храниться должна? На посту. На посту каком? Ну, где ты находишься в отделении? Где санитар? Я понял тебя. В свободном поступе. Понял тебя. Попроси, этот, тетрадь, ручку и постоянно пиши, что с тобой происходит. Куда ходил, что делал, с кем разговаривал, что делал. Ну, это понятно, Антон. Это я записываю коротенько. Я и так веду, так, где мне что, 8 пунктов уже записал, 8 дней. Отлично. Обязательно указывай дату, время и это. Так, дальше. Закон о психиатрии требует, сколько тебе это предоставили. Так, какой там, 323-й, я уж не помню по номеру. Я тоже не помню. Вы поняли. Я понял. Дело в том, что там в законе прописано русским языком, что помещать можно только по собственному согласию. Я им это говорил и в суде, и здесь говорю им по барабану. Так, кто тебя направил? Фамилия Киркасенко? Каркишенко. Каркишенко. Это следственный отдел УФСБ, да? Да, да, да. На каком основании? И документы не выдали, они нет копии? Антон, у меня документов в принципе никаких не было изначально. Мне никто ничего не дает. Вообще ничего. Ясно. Кто решение вынес? Барвин некий, да, судья? Ну, решение вынес судья, я не помню его фамилию. Кудилин. Нет, не Кудилин. Барвин? Нет, нет, Кудилин – это председатель суда, это не Кудилин. А мне давали телефон, это Барвин, Барвин. Подсвышишь, Лёпа называет Барвин? Я тебе говорил Барвин. Лёпа. Или Барвин, Барвин. Ну, или Барвин. Судья Барвин. Судья Барвин. Так, а тётя, кто… Я не знаю, не знаю. Стоп, стоп, стоп. Это ясно, найдём. Кто, якобы лечащий врач, фамилия, имя, отчество? Ой. Бойко Сергеевич. Бойко Сергей Александрович, по-моему. А, Барвин, это главный праздник. Так как он меня принимал, он ведь… Да, Бойко Сергеевич Владимирович. Бойко СА, по-моему, Антон. Игорь, внимательно слушай. Выясни, кто назначен тебе лечащим врачом. Выясни. Они наберут, чтобы звание… Ну, в смысле, это, докторский там, этот… Должность, в общем, как звучит. Ну, вот. Смотри, я тебе информацию даю. На производство судебно-медицинской экспертизы у них нет лицензии. В принципе, нет. То есть, это в АКВЭДе всё прописано. То есть, у них нет специалистов, которые бы делали судебно-медицинскую экспертизу. Это я всё знаю. Игорь, не трать время. Я тебе поставил задачу. Отвечай коротко. Принял или нет? Скажи, вот дело твоё. Смотри, три дробь пять… Дело три дробь… Дело номер дела. Три дробь пять минус четыре дробь двадцать восемь… Двадцать первый год. Двадцать первый год. Двадцать двадцать семь. Что это за дело? Что это за дело? Ну, это твоё дело, которое по тебя судили. Ну, номер дела. Номер дела, по которому судили. Ну, я писала это в заявлении, сбрасывала Антону, который в Ростове живёт. Ну, понятно. Понятно. Так, тебе свидание, звонки разрешены. Ну вот, Люба ко мне сегодня… Она восемь дней. Всё разрешено, ничего не запрещено. Люба откуда могла вообще… Люба восемь дней меня искала. Я же ей тоже ничего не говорил, понимаешь, что… Ну, в общем, так сложилось, что я ничего о Любе не сказал, понимаешь? Так, Люба… Люба… Слушай внимательно. Самое главное… Что у вас там закрытия? А? Ну, водят народ, водят. Слушай, слушай, самая главная задача – это оформить доверенность открытую. То есть, с правом передоверия на Любовь… Кто… Кто… Кто оформляет доверенность? Главврач? Главврач имеет право заверять доверенность такую. То есть, ей надо идти к главврачу и оформлять доверенность? Да. Если главврач не принимает, обращайтесь к выполномочным по правам человека, чтобы он обязал главврача. Я понял тебя. Ну, я эту ситуацию в курсе знаю, что главврач обязан написать доверенность. Так, ну что ты мне еще подскажешь? Ты номер дела где прочитал? На каком документе? Люба мне на листочке записала, продиктовала. Так, когда было решение? Решение… 13-го, 13-го. 12-го июня меня забрали, 12-го было вынесено решение. Меня забрали в 8 вечера, привезли, вернее, в суд. В 8 вечера был какой-то специальный судья выделен, который вынес данное постановление. Ясно. Игорь, в срочном порядке пиши апелляцию. Максимум завтра подай через канцелярию этой психушки, чтобы апелляция ушла в… Я понял. А как я напишу апелляцию, если я не читал ничего, если у меня нет… У тебя есть фамилия судьи, номер дела этот… И какой суд вынес? Подаешь в вышестоящую инстанцию апелляцию, слепую, так называемую? Понятно. То есть лишь бы написать. Ну, я понял тебя. Придумай любые мотивы… Придумай любые мотивы, пиши обязательно апелляцию, до завтра у тебя срок есть. Завтра обязательно зарегистрируй, там, это, в двух экземплярах, чтобы тебе штемпель поставили на твоем экземпляре. Этот экземпляр потом Любови передашь, когда она придется вечера. Слушай, а Люба сегодня может… Вот она сидит рядом… Я могу отнесений, могут не принять, потому что у меня нет доверенности. Как ты не поймешь… Я полдня сегодня сидела там в суде, просила, чтобы мне дали это постановление. Мне его не дали, потому что у меня нет доверенности. Все правильно. Видите? Все правильно. Все не принято. Все вот такая, чек с улицы. Все правильно. Я тебе сейчас… Я тебе сейчас… Я тебе сейчас… Апелляцию… Они меня не примут, потому что я постороннее лицо. Да я знаю это все. Слушайте меня внимательно. Я тебе скину этот… Куда можно скинуть? В WhatsApp я могу скинуть образец доверенности. Прям там же сейчас в психушке пишите от руки на бумажке. И идете к главврачу, требуете, чтобы он заверил эту доверенность. Антон, ну вот это ты разговариваешь по моему телефону, я его с собой заберу, потому что два часа дают звонить вечером. То есть, если ты скинешь, как я скину Любе? По WhatsApp. А, по WhatsApp скину. У меня есть телефон Людмилы, я это… Любови, я это скину тоже. Я вам обоим тебя скину по всем контактам. Задача понятна. Прям сейчас это… Читаете с телефона, пишете от руки на бумаге, и идете к главврачу, заверяете. Давай, давай, я тебя понял. Ты мне запиши вот эту информацию, номер дела… Я все это тебе дам. Угу. И мне тоже это… В WhatsApp, в Вибере, мне тоже эту информацию необходима. Номер дела. Хорошо. Номер дела сейчас вот 3, дробь 5, черточка 4, дробь 2… Любовь, Любовь, не надо тратить время, я… Аудиозапись идет, я… Один раз ты уже диктовала. Мне нужно в чесненном виде. Текстом напиши, чтобы не было ошибок. Хорошо. Все, сейчас высылаю доверенность, прям тут же это… Пишите от руки или… Распечатайте… Телефон в WhatsApp, у меня вашего нет. Это… Телефон WhatsApp-овский свой продиктуй. Я запишу сейчас. Я… Я сейчас отдельно перезвоню, продиктую. Я не хочу его не перепускать. Я тебе диктовал, я постараюсь. Диктовал. Сейчас пошли. Ладно, мы сами посмотрим. У меня есть. У меня есть. Я понял. Как Антона фамилия? Антон был… Как Антон? Как Антон? СМСкой пришли… Антон. Где моя? СМСкой пришли номер телефона. Хорошо, хорошо. Все, ждите. Сейчас прийти апелляцию. Номер телефона… Ой, это… Доверенность. Образец доверенности. Номер телефона… Пишите, печатайте, не знаю, любым способом. Идете к главврачу, заверяйте. И срочно пиши апелляцию. До завтра у тебя есть время. Почему до завтра? Там месяц полный дается. Десять дней. Десять дней. Жизнь текает. Офигеть можно. Я понял тебя. Хорошо, Антон. Все, давай. Ну, дело в том, что… Я вот только зайду в отделение, у меня телефон отберут. Ну, я попытаюсь его, конечно, запрятать. Ну, ладно, Антон, давай, я тебя понял. Спасибо тебе. Ну, заходи. Присутствие на свидании. Вы сейчас на свидании. У вас там отдельное помещение. Сиди до последнего. На ступеньках. Между этажей. Никакого отдельного помещения здесь нету. В принципе. Мимо нас ходят, бродят. Вот ты спрашиваешь, кто кричит. Сейчас толпа пойдет на обед. Давай, Грина. Все. Доверенность на этот… Образить доверенность. Давай, образить доверенность. Я уже не доверенность. Да, хорошо. Скидывай доверенность. Давай. Давай. Али? Антон, это Игорь опять. Слушай. Такое вопрос. Вот сейчас мне Люба принесла постановление. Оно не вступило в законную силу. А я нахожусь здесь уже 8 дней. Так у меня так же было. Так же было. Так. То есть писать в этой книге жалоб нету. Закона нету. Ни х**а нету. Не материняя. Сказали, ну я понял тебя. Сказали, завтра будет обход врача. Вот у него им просил. У нас ничего нету. Игорь, еще раз. У тебя сейчас первая задача – это написать апелляцию. Пустышку. Я понял тебя. Ребен, я тебе поясняю, что оно не вступило в законную силу. У меня так же было. Не заморачивайся. Светлана тебя убудет в сторону. Сконцентрируйся на апелляции. И на доверие. На апелляции иди. На чем писать? Мне бумагу никто не дает. Найди. Думай. Соображай. Думай. Соображай. Пообщайся с пациентами. По-любому кто-то рисует, где-то что-то пишет. Нет. Нет. Тут нас не так много. Как ты думаешь, что у нас отдельная как бы обособленность. Малетную бумагу бери. Пиши на чем хочешь. Ну, на чем-то будем писать. Да. Я понял тебя. Ну, прощу меня в данном случае. Ё-моё. Да хоть что делай. Пиши. Я понял. То есть у тебя та же самая была ситуация. Да? Ну, все, Антон, давай. Я не буду тебя отрывать, отвлекать, давай. В общем, у меня болячки мои начали обостряться. В общем, теперь полный сахар. Вчера скаканул до 15 лет. Требуй медицинской помощи вызвать врача. Кого? Требуй медицинскую помощь вызвать врача. Так он был, он пришел, посмотрел и ушел. Игорь, я тебе еще раз говорю, перестань материться. Хорошо. Хорошо. Я не матерюсь, Антон. Ну, у меня иногда просто нервы не выдерживают. Так им это только и надо, понимаешь? Вот чтоб ты начал материться, нервничать и руками махать. Им только это надо. Хорошо. Антон, ты же знаешь, я спокойнее. Может, ты материшь, но спокойно. Я понял тебя. Ну ладно, все. Нельзя, нельзя материться. Даже спокойно. Все. Все, Антон, давай, я тебя понял. В общем, что будет интересно, скидывай, сообщай. Ну, с телефоном будем завтра решать. Насколько мне не надо будет. Добро. Я информацию по тебе везде раскидал. Этому Юрию, знакомым твоим всем. Это видео сейчас смонтирую. Вот прям сейчас. Третье уже по тебе. Все ясно. Все, давай. Спасибо. Давай. Спасибо.